Топкое положение. Поля Свердловской области сегодня пригодны разве что для посадки риса, переживают местные фермеры. Сельхознаделы затоплены от постоянных дождей, а на мокрой земле не приживутся ни капуста, ни картошка. Правда, пока одни тонут в воде, другие в долгах. Что посеем и что пожнем, выясняла Екатерина Деменчук. Дождь идет, техника стоит. Так и будущему урожаю утонуть недолго, вздыхают аграрии. Посевная должна была уже неделю, как закончится, но погода не дает. Больше всего работники сельского хозяйства переживают за второй хлеб. Сроки уходят, это скажется соответственно у нас на сроках уборки, либо невызревшие клубни, которые сложно потом сохранить в зимний период. Если клубни сумеют вызреть, можем уйти в достаточно поздний период уборки, и погода снова внесет свои коррективы. На осень надежды у нас большой нет. Если семена картофеля так и не смогут высадить, их просто придется выбросить. Проросшие клубни скоту не скормить. В Белоярском районе, несмотря на капризы погоды, все же высадили зерновые и кукурузу. Остаются небольшие площади свеклы и редьки. На прочность их климат испытывают еще с прошлой зимы. Из-за затянувшихся колодов и последующих дождей землю под посевы не успели подготовить еще с осени. Такая погода – испытание не только для нервов фермеров, но и техники. Зачастую она просто ломается или буксует в поле. Грязь, ливень, ливни идут же. Два дня здесь ливень было у нас. Техника не идет на поле вообще. Не можем обработать посеянную площадь моркови. Все зарастают сорняками. Проблема, катастрофа. Катастрофу остановить фермеры не в силах. В хозяйствах уже начали подсчитывать убытки. Если затопление полей продолжится, среднестатистический аграрий потеряет в пределах 30 миллионов. Плохая погода не пощадит никакие посевы. Негативно застой воды сказывается на всех культурах. Также и на картофеле может сказаться, и на овощных культурах. В плане, если, допустим, будет попадать мало кислорода, корнеплодом, допустим, тем же клубнем и так далее может сказаться. Что касается зерновых культур, если будет стоять вода, то, конечно, будет выпадение части зерновых культур. Но вода застаивается пока лишь в низинах. Так что необратимого ущерба хозяйством стихия не нанесла. Фермеры не теряют надежды. До 20 июня они планируют закончить посевную. Сейчас судьба будущего урожая зависит только от того, сколько времени продлятся дожди. Екатерина Деменчук, Новости 41 канала.